Трудная победа, конечно, эмоциональный матч, такие перепады в игре были, забили гол, первый тайм так под контролем держали и с точки зрения игры, и с точки зрения того, что не позволяли особо сопернику создавать моментов у своих ворот, но при этом у самих тоже не так много было моментов, но тем не менее забили гол с 11-метрового и так стратегическое преимущество. Во втором тайме, видите, вроде ничего не предвещало таких перепадов именно по ходу второго тайма, но случилась такая концовка, и этому поспособствовало, на мой взгляд, ключевым моментом удаление у команды соперника Садовничева, и здесь 65-я минута удаления Садовничева, и на 72-й минуте мы пропускаем гол. И вот эти 7 минут, которые после удаления мы играли, у меня сложилось такое ощущение, что команда, как знаете, немножко, наверное, уверовала в то, что уже обедя по ходу матча 1-0, и с удалением соперника, одного игрока меньше, что игра до конца, как говорится, уже сделана, и она дойдет до своего логического завершения. Ну, не тут-то было, у команды соперника опытная команда, футболисты раскрепостились окончательно, понятно, что здесь уже, как есть такое выражение, или пан, или пропал. Вот, команда смело пошла вперед, и мы пропустили гол, и было опасно у наших ворот, такое ощущение, как будто и это удаление, знаете, как и никаким образом не повлияло на игру соперника. Они даже воодушевились и поняли, что надо искать свое счастье у ворот наших, вот, и они нашли свой момент. Слава Богу, что игра завершилась нашей победой, мы чуть-чуть изменили тактическую модель игры, выпустили хороших фланговых право Пигаса, вот, потому что Рома Бегунов уже на протяжении всего матча практически хорошо справлялся в противодействии именно с Аллой Куловым, но, тем не менее, уже на атаку, конечно, силенок не хватало, но Пигас вышел, добавил агрессии, вот, на фланге, и поэтому в какой-то степени перестроение, и свежие игроки предопределили исход матча сегодняшнего. Заслуженная победа, двигаемся дальше, благодарю болельщиков наших динамовских, которые сегодня пришли, и, наверное, получили положительные эмоции в силу того, что команда одержала победу. Коллеги, будут ли вопросы? Пожалуйста. Иван Валуев, Белый футбол, насколько эта встреча была принципиальной для вас? Может, было желание отыграться после второй неудачной игры с Кубковой с Неманом? Ну, я не могу сказать, что прямо держал в голове предыдущие баталии против Немана, да, тем более Кубок – это совсем другой турнир. Мы все-таки отталкиваемся от турнирной борьбы именно в чемпионате, и, естественно, что и мы, и Броду находились в верхней части таблицы, разделяло нас всего одно очко, поэтому, так как принято говорить в таких матчах, игра за шесть очков, поэтому в какой-то степени посмотрим, как дальше на турнирной борьбе скажется эта победа. В любом случае, для нас это позитив и уверенность в дальнейших своих успехах, я надеюсь. Обращали ли внимание на статистику, что «Динамо» долго не проигрывала Неманом себя дома? Нет, абсолютно не обращал на это внимания, вот, поэтому мы не смотрим на такую уже скрупулезную, скажем так, статистику именно, вот, мы, наверное, больше обращаем внимание на то, сколько «Динамо», скажем так, побеждает и делает все для того, чтобы достигать высоких целей, вот, поэтому в этом отношении, именно по отношению к сопернику мы понимали, что это серьезная команда, которая претендует на высокие места, и важно было сработать по максимуму. Вне заявки «Даниил Селинский» и «Илья Шевна», с чем это связано? Ну, «Даниил Селинский», у него травма была, он целый месяц отсутствовал в общей группе, вот, он восстановился после травм плеча и вернулся в общую группу, но, естественно, он не может пока в единоборствах корпусом контактировать, потому что есть болезненные ощущения, поэтому мы его ограничиваем в этих единоборствах, плечо в плечо на тренировках, ну, скажем так, он работает чисто технические элементы выполняет, но без единоборств, поэтому, как только он будет себя на 100% чувствовать и будет уверен в том, что он способен вести силовые единоборства мужские, и тогда он будет уже, как говорится, готовиться к играм, пока, к сожалению, он не готов к этому. Что касается «Черняка», то «Черняк» «Илья» переведет в «Динамо-2», тренируется с «Динамо-2», поэтому в какой-то степени мы даем ему возможность поддерживать пока тренировочный тонус во второй команде. Спасибо. Сегодня с «Динамо» оказалось сказать, что под судейским скандалом, уже не в ПВ, как тут у вас получается, мне вообще внимание на это, вообще получается ли? Ну, я сразу хочу сказать, вот сейчас по горячим следам, да, говорить о каких-то судейских скандалах, да, не приходится. Значит, глава комитета судейского, Кузьмин, по-моему, да, у нас отвечает за это, перед каждым турниром, перед каждым сезоном проводит лекции с командами, да, объясняет там изменения в правилах игры и так далее. Вот, мы там откровенно задаем вопросы, иногда спорные моменты, да, значит, пока у нас системы вар не будет, будут спорные моменты, понимаете? Здесь человеческий фактор никуда никто не отменял, поэтому говорить о каких-то судейских скандалах тут я не вижу смысла, потому что сейчас по горячим следам, во-первых, надо посмотреть видео и убедиться в том или ином, скажем, эпизоде, как трактуется со стороны судьи, да, поэтому здесь я не вижу смысла даже это обсуждать. 2-1 победа, Динамо, идем дальше. Ну вот вы невнимательно следите за статистикой футболистов, Мельниченко это не первый был в чемпионате, со Сморгонию 5-0 первый тур, помните? Да? Ну вот почему я должен поправлять вас? Будьте внимательны при изучении команды соперников, да, Динамо Минск, Неман, поизучайте, пожалуйста, если Мельниченко в составе, какой у него это был. Вот, второй гол он забил в чемпионате, молодец, отработал свой отрезок отлично, боролся много единоборства, навязал центральным защитникам, фолов на нем много было достаточно, поэтому где-то ситуация, в которой он забил гол, реализовал момент, он заслужил этот эпизод. Поэтому я очень рад, что он забил и помог команде одержать победу. Сергей Волк, Александр Берденович, Футбол, Владимир Викторович, Смобедов, с которыми, скажите, замена сочинка на сиску связана с желанием сохранить результат? Нет. А че? Там замена сочинкой и мы пропускаем гол тут же. А за Crossing? Нет. Не Zwang, хотел Флангами больше играть, потому что, во-первых, переход на тактическую модель 3-5-2 была первая задумка, это чуть-чуть лишить пространства Лыкулова, потому что все-таки он уже, Роману Бегунову тяжеловато было. Поэтому с увеличением центральных защитников в линии, как правило, возникает ситуация, где идет помощь от правого центрального защитника правому латеральному. Поэтому в этом отношении мы, скажем так, это была задумка, чтобы закрыть. Ну давайте откровенно, у Гродно, какая сильная сторона? Правый фланг Карпович, активные действия подачи фланга, левый фланг Калыкулов, обыгрыши один в один и активные действия вхождения в штрафную. Поэтому при изучении соперника и понимая стилистику игры, важно было, отталкиваясь от своих действий, сильных сторон еще, и учитывать сильные стороны соперника. Поэтому в какой-то степени важно было лишить их козырей. Ну, насколько это получилось, уже вам судить. Так, я, наверное, Лиза ошибся, да? Бельниченко забивался с Моргонью, нет? Он в кубке забивал. Нет, да? В кубке забивал. Ну хорошо, забираю свои слова обратно. Да, да. Он не успел, но, если честно. Да, он травму получил у нас в первом тайме, да. На кубок он забил, по-моему, Батен, да? Это второй был в сезоне, да. Извиняюсь за чуть-чуть. Вот. И вот, видите, отвечаю на вопрос и тут же думаю о том, что вот где я, наверное, ошибся. Вот, видите, как надо все тут сразу сообразить, что отвечать на поставленный вопрос и тут же моментально проанализировать, что я ошибся. Вот, поэтому, ну, бывает, бывает. С командой тренируются Бразилия Сиппетро и Валилис Бонин-Ян. Какие перспективы динамок? Ну, мы их рассматриваем как потенциальных новичков. Да, рассматриваем. Вопрос прохождения медицинского осмотра. Если все со здоровьем хорошо, то не все будет хорошо. Я думаю, что они будут в нашей команде. Ну, с учетом того, что Бани был в Могилевском Днепре, и он уже был задействован в чемпионате, и вот, за Днепр, то я думаю, что с ним проблем не будет по допуску, именно по медицинской части, да. По Петро он прошел медосмотр, мы сейчас ждем заключения. Если все хорошо по его медосмотру, то так же он реально может быть потенциальным нашим новичком. Совсем скоро уже, да, наступит игроковая пора. У вас, ну, можно сказать, как проседает позиция центрального нападающего. Ведется ли работа в данном плане? Да, ведется работа. Да, я думаю, что будет тоже у нас нападающий, да, появится еще в команде, еще один новичок появится. Возможно, два. Один точно, но мое пожелание, чтобы и два появилось. Спасибо. Такой вопрос, заключительный, можно подумать. Сегодня здорово все проявил Реймон Дуу, много спонтаковострял в атаке, много размещался в центре. Сейчас идет Евро. Может быть, сравнить Реймон Дуу с тем-то, тот же футболистом Европы? Нет, я не буду сравнения делать, потому что, знаете, как отдельных футболистов с кем-то сравнивать, даже футболистов своей команды, во-первых, это неправильно по отношению ко всей команде, да. Вот я все-таки, как тренер, стараюсь и стремлюсь всегда отмечать команду. Вот сработала команда хорошо на успешный результат, то есть победа, да, значит, это командное достижение. И каждое звено в этом коллективе, в этой команде, значит, поспособствовало тому, чтобы выполнить хорошо свою работу профессионально на футбольном поле и одержать победу. Ну, точно так же и обратная ситуация, когда бывают неудачные какие-то матчи, да, результаты победные. Вот здесь то же самое, значит, нету кого-то одного там, условно, кто ошибся, виноват. Ошибается команда, поэтому и здесь точно такой же спрос. Команда это хорошо воспринимает, когда тренер какие-то победные матчи сквозь призму успехов командных, да, воспринимает всех футболистов в этом успехе, точно так же и какие-то, если есть, и неудачные матчи. Поэтому мы рассматриваем, анализируем, где-то конструктивную критику тоже футболистам предъявляем, для того, чтобы они улучшались и прогрессировали. Поэтому здесь не буду отмечать отдельно и сравнивать с кем-то, это точно. Спасибо. Давайте заключительный вопрос, пожалуйста. Владимир Трюль, Дмитрий Трюльцинс. После матча Трофима Ильичак я спросил, у меня не было мысль, что Башинский заменит именно его. Я говорю, да, была такая мысль, и он еще помогал нам, что вы его оставили на поле, и в итоге он забил свой первый ролл в чемпионате. Почему все-таки решили его именно оставить на поле, и просто уходим, он все-таки молодой парень, немножко презентовать его, потому что, я думаю, многие болельщики даже не так хорошо не знают, какие вы сильные стороны и так далее. Ну, молод еще, хотя очень энергичный парень, здоровье отменное, вот я имею в виду с точки зрения его работоспособности на футбольном поле, но так, если он там не обидится на меня, это такой лошадь, которую на скачке надо выставлять и ставки делать на него, потому что он может выиграть эти скачки. Ну, такая породистая лошадь, молодой, задорный, глаза горят, поэтому я бы поставил на него на скачках, если бы можно было. Ну, а так, в целом, он парень позитивный, команда тоже его хорошо воспринимает, и в тренировках ему спуску, особенно защитники наши опытные, не дают. И я ему постоянно тоже где-то намекаю и говорю, вот как только ты научишься быстрее в этом сопротивлении, в этом противодействии от опытных защитников наших, это Гаврилович, Политевич, Сочивка, Бегунов, я сейчас называю те ребята, которые действительно ему ограничивают его во времени, в пространстве, в тренировочном процессе, вот тогда ты начнешь под этим давлением эффективно действовать, то начнешь расти и прогрессировать как нападающий. Поэтому он хорошо меня слышит, но понятно, что где-то молодости свойственно, немножко в одно ухо влетело, в другое где-то вылетело, но надо это делать постоянно, потому что если один рассказать и потом забыть про это, то может вылететь в другое ухо. Но когда это делаешь постоянно и делаешь это серьезнейшим образом, профессиональной точки зрения, то он как бы нормально воспринимает. А в целом парень перспективный, конечно, ну, маловато два гола за сезон, 22 взобьет в Минском Динамо, ну, тогда это может быть существенный сдвиг в его, скажем так, прогрессе.